и друзья в этом ролике я вам расскажу об одной из интересных памятных партий которая сыграна не менее интересным для меня тоже памятном турнире 2007 году в феврале проходил очередной турнир аэрофлот опыт формира уже был разделен на две части а1 и а2 мой рейтинг был примерно 2 530 так сейчас не вспомню даже в 535 где-то вот в этом диапазоне первом туре я играл на третьем столе то есть он у меня был третьим среди участников и в первом туре я проиграл будущий чемпионки мира международному гроссмейстеру из харькова анне уши не во втором туре я собрался получил великолепнейшую позицию чем у меня получился такой женский аэрофлот собрался получил прекрасную позицию пожертвовал хорошо пешку но проиграл талантливой девочки елене таировой по моему партию с ней я комментировал вот таки по ново черными очень здорово там играл вот в третьем туре я снова собрался и сумел одолеть совсем юную тогда настю бодна рук четвертом туре ничья с екатериной валентиновной ковалевской который в 2004 году я помогал дойти до финала чемпионата мира в элисте из первых четырех туров у меня было четыре женщины я набрал с ними полтора очка стоял минус раз пятом туре я по моему обыграл в том туре была ничья этом туре обыграл турецкого шахматиста в шестом туре сделал ничью с омским мастером по фамилии щербаков распространенная фамилия есть мастер в садке руслан щербаков есть по моему владимир он и могу не имя к сожалению тоже была очень интересная сложная партия так после шести туров у меня было 50 процентов и для попадания в призы требовался финишный рывок но в седьмом туре меня ожидала очень непростая противница екатерина корбут екатерина была уже тому момент по моему один раз чемпионкой россии ходила регулярно порную нашей страны вообще была отличная спортсменка по моему том же 2007 году в конце она выйдет замуж сменит фамилию на судоплатова и полностью покинет шахмат в тот момент это было совсем не очевидно талантливая спортсменка шахмат уйдет а ужасное положение в турнире тому же отрицательный счет именно женщинами вынудили меня собраться на эту партию и как вы знаете есть такая формула по моему артура юсупова современных шахматах побеждает тот кто первым удивит противника и было решено преподнести екатерине сюрприз уже на первом ходу вместо привычного каракана роман юрьевич неожиданно сыграл французскую защиту ну естественно здесь может быть разменный вариант который плавен ничейными тенденциями и черным очень тяжело перехватить ну екатерина была боевая шахматистка и я просто верил что она сыграет конь c3 ход который я тоже считаю одним из сильнейших то есть в этой позиции у белых три основных хода конь c3 конь d2 и е5 и каждый из них в равной мере претендует на звание сильнейшего продолжения мой взгляд это примерно равный свои козыри есть и у того и у другого и у третьего продолжить конь c3 самый популярный ход здесь у черных две основные линии 2 пони в 6 такой классический вариант в ответ на который белые могут сыграть слон g5 или даже е5 или вариант да есть еще ход д е пользующийся репутацией исключительно надежного продолжения но несколько пассивного эта репутация была закреплена еще момента появления такого дебюта как французская защита и в целом репутация прочного но пассивного продолжения и это вариант рубинштейна в общем как минимум последнюю сотню лет ход до емность вариант слон b4 вариант вина вера или еще его называют вариант вина вера немцовича продолжение исключительно интересное и очень сложное главное его достоинством а также главным недостатком является то у белых здесь есть масса возможностей сыграть играть я скажу сформулировать масса у белых есть масса возможностей завязать борьбу совершенно разного характера то есть ну например они могут сыграть здесь слон d2 в этой позиции просто жертвуя пешку и и здесь есть он бьет е4 так александр александрович олехин обыграл своего друга соломона флора в одном из турниров но после ферзь бьет d4 слон d3 флор этого что не взял на b2 после он взял на d2 на b2 брать не стал после взятия у него было бы просто две лишних пешки и большой перевес и в дальнейшем александр александрович сумел создать опасную атаку также набились вот ферзи 4 очень интересный приводит сложнейшей борьбе ну вроде бы за черных есть найдены достаточно неплохие возражения ферзи 4 можно сыграть кони в 6 сначала и только потом забрать на d4 на длинную рокировку очень важно знать вот слоны в восемь восклицательным знакам его отмечу и после ферзи в 4 слон d6 достаточно разумным выглядит повторение ходу х4 цепляясь в коню ладья g4 х6 ладья g6 х4 впрочем черные кстати не обязаны они могут мне не обязаны повторять когда они могут сыграть конь d7 есть ход конь е2 идущий другому типу другому типу позиций никакого сдвоения пешек на c3 белые здесь не допустили на слон е7 как было например в партии олехи ниви он бьет е4 и по моему в ответ на конь c6 александр александрович нанес удар g4 такой нестандартный не шаблонный ход и дальше в интересной борьбе выиграл партию ну есть и другие продолжения также черные могут взять на c3 например и начать цепляться на пешку е4 или нападать на пешку d4 то есть совершенно другой характер борьбы будет случае а3 тоже очень интересный ход у белых выскочил вперед ферзь но при этом у них в руинах перзевый фланг и вроде вроде бы у черных здесь очень неплохая игра по крайней мере роберт джеймс фишер в эпоху непробиваемости своей проиграл белыми в этом варианте моего влада ковачевича красмейстера югославскому и тем не менее потом этот вариант взяли на вооружение сильные шахматисты я видел партии александра мотылева александр и крестинюк есть также у белых возможность разменять пешки такой разменный вариант по слоном на b4 где он вроде бы расположен не очень хорошо с другой стороны черные рассчитывают какой-то момент скажем что сильнейшим продолжением с еще со времен в общем более сотни лет считается ход конь c6 подачи немцовича после а3 слон бьется 3 bc возникает сложнейшая разбалансированная позиция структура уже не характерна для разменного варианта французской защиты то есть обе стороны имеют ярко выраженные плюсы ну и не менее ярко выраженные недостатки в позиции екатерина сыграла сильнейшим самым принципиальным образом е5 после c5 тоже у белых есть возможность перейти на спокойные рельсы избежать сдвоения пешек угрожает конь b5 черным не надо бить на d4 основным продолжением считается конь е7 но главным продолжением является ход а3 долгое время в этой позиции усилиями рафаэла ваганяна был очень пописом батл путяна по моему был очень популярен ответ слона 5 так играл и михаил моисеевич по свинни кстати но после хода b4 это жертвам предложено александром александровичем олехиным считается современная теория говорит о том что черных есть некоторые проблемы на цб последует конь б5 и конь лезет на d6 очень неприятно а в случае лучше д д у белых снова приятный выбор между острым ходом ферзи 4 считается сейчас основным и более спокойным ответом конь b5 белый конь хочет попасть на d6 белая получат сейчас преимущество двух слонов это тоже дает им надежду на получение перевес другой стороны у них ослаблены белая поля это дает черным шансы на контр игру на получение контр игры я побил на c3 этот ход тоже не вызывает особых сомнений кстати иногда вместо c5 черное сначала играют конь е7 и все равно у белых нет ничего лучшего чем сыграть а3 перестановкой ходу впрочем здесь помимо c5 есть еще интересный ход b6 где вывести слона на 6 разменять белопольных слонов чтобы использовать слабость поля c4 и в этой позиции после ферзь т7 ферзь т7 один из основных ходов есть еще ход конь е7 где делать рокировку и потом подрывать f6 я всегда играл ферзь т7 в этих построениях а к 2007 году я как раз очень много общался павлом андреевичем панкратовым который великолепно обыграл в общем не одну прекрасную победу одержал именно в этом варианте и игорем ильичем лысым который тоже в этом варианте показывал отличный результат rg4 основное продолжение в файлике под видео будет прикреплена эта партия в форму моя партия формате дбв и вы увидите помимо этой партии и еще ряд партии имеющих теоретическое значение но в первую очередь партии моих более молодых друзей игоря ильича лысого и павла андреевича панкратов основной ход на ферзь т7 ферзь g4 здесь у черных главной линии основным продолжением является ход конь е7 черные отдают пешку и сейчас вот номер один конь е2 михаил нехеми вичталь первом первой партии матча против ботвинника играл король d1 и в красивом стиле победил ну сейчас вроде бы конь е2 основная линия dc в 4 у каждой из сторон есть твои пузыри у белых отдаленная проходная пешка аж у черных мощная централизация лучшее развитие и невозможность прятать в надежное укрытие белого короля здесь очень сложной тоже интересной партии возможны случаев 5 наиболее неприятным для черных на мой взгляд является не ферзь h5 а ферзь g3 пешка g7 нуждается в защите конь отправится на f4 он скорее всего пойдет на а3 то есть белое будут давить на е6 и по черным полям еще создадут неприятные угрозы если здесь отдать пешку тем конь е7 то наличие пешки на f5 не на руку черным у них конь е7 не сможет попасть на это поле после cd конь е2 у белых я думаю лучше или король d1 было вот в этой линии вот виннику перс h5 то там точно было да так наверное здесь был то есть вот f5 сожалению старость не радость видим важнейшую партию не сумел вспомнить но я ее найду раз упомянул и прицеплю к файлику вы посмотрите сами то есть после того как запишу этот ролик в общем после хода и в 5 у черных некоторые проблемки и полом андреевичем панкратовым и горем лысым мы играли в этой позиции f6 играли долго до тех пор пока эмиль сутовский не обнаружил в этой позиции ответ слон b5 периодически кстати павел андреевич панкратов и сейчас добивается отличных результатов результатов в этом в этой линии варианта вина вера периодически обыгрывает очень неплохих красмастеров выиграл например лишь ванатана ананда еще пять лет назад в общем слон b5 идея в том что после короля f8 кони в 3 черные не могут выиграть слона из-за вот такого красивого удара слон е8 и черным просто плохо и фигуры белых на них наваливаются слон с а3 просто великолепен и вообще возможность выхода слона на а3 один из главных козырей белых в этом варианте впрочем после ферзь а5 у черных еще есть возможности сопротивления по крайней мере в этой линии павел андреевич панкратов обыграл хуи фай причем сейчас скажу в каком году 2009 году то есть когда по моему хуи файл уже чемпионкой мира был антимансийский то есть можно бороться и здесь черный линия очень интересная моя противница сыграла кони в 3 и ход c4 здесь обязательный теперь давайте посмотрим на французского слона c8 традиционно эта фигура считается плохой потому что упирается в свои пешки но теперь давайте посмотрим на слона е2 ff1 этот слон тоже не очень активен он упирается черные пешки при этом если черный слон окажется на g6 это будет отличная атакующая фигура и то что пешки расположены по белым полям усилят его значение также неплохо слон работает с поля а4 то есть у черных появились достаточно серьезные позиционные плюсы и в данной партии мне удалось их использовать эта позиция мне кажется уже пол не боевая то есть у черных полноправная игра ну а перевесе конечно речи пока не не идет но то что игра возникла уже очень сложная и черные имеют свои позыри это большой плюс особенно для швейцарки где примерно равные составы участников надо обязательно выиграть у сильного противника черными тут я был очень доволен выбором дебюта аж 4 не туда немножко дело в том что вот аж 4 обеспечивая черному черным фигурам поля f5 надо было играть видимо ферзь g3 уходя при случае ну нападая на коня b8 и теперь слон на 4 не сможет пойти то есть угрожала е ну и как-то закончить развитие хотя тоже видно что у белых у черных вот в этой позиции все в порядке после и уже в конях 4 коня на их 5 белое не пускают но черные сейчас подготовят длинную рокировку и начнут работать по линии же позиция очень сложная может быть у белых все еще лучше может быть но также очевидно что у черных имеется какая-то контр игра вот аж 4 явная не точность потому что включение ходов h4 h5 она на руку черных он сейчас идет на f5 догнать его ходом же 4 белое не смогут кстати павел андреевич панкратов в этой позиции против ананда играл слон d7 и обыграл его очень уверенно перевел слона на g6 на ферзевом фланге черная в полной безопасности и мы видим что белопольный слон черных он просто намного активней чем белопольный слон белых упирающийся черные пешки то есть в этой позицию черных уже очень большой перевес и а монанд 2015 году не не удержался на турнире берлине против павла андреевича панкрата они есть 7 прокировка позиция еще примерно равная то есть у белых не хуже но конечно же короля им надо было ставить на g1 и дальше у нас получилось бы я надеюсь примерно тоже у павла панкратова свежего натана монанды он d2 играл максим чигаев 2017 году против того же павла андреевича панкратова и тоже черные получили прекрасную игру активизировали через поле же 6 белопольного слона и отразили все угрозы белых он если потребуется встанет на b5 определенная компенсация за пешку у белых есть но это ханты мальсис 2017 год скорее всего это быстрые шахматы максим чигаев не сумел доказать что все хорошо а екатерина сделала очень интересный ход длинная рокировка она рассчитывает королем защищать свои слабые пешки по всей фигурой бросить бой на королевском фланге ну главный недостаток этого продолжения заключается в том что она ведет к плохой игре то есть у черных теперь уже полнейший порядок екатерина не пустила короля на c8 но королю там делать нечего поле отца 8 нужно для других фигур может они в 5 да и второй конь отправился переста 8 на д6 зачем это на он пошел атаковать пешку c2 то есть при случае белым надо считаться нападением на эту пешку с диагонали b1 h7 король черных великолепно себя ощущает на д7 посмотрите слона 4 фигура атакующая слон едва это защитник то есть пешку аж 5 черные держат и при этом их ферзь готов создавать угрозы на другом фланге f3 c8 слон на c7 соблудился его приходится отдавать то есть белые лишились главного козыря преимущества двух слонов при этом у белых остался в большой опасности король и к нему тут же отправился в гости ферзь ферзь угрожала конь b5 и ферзь бьет а3 теперь ладья заходит то есть белым пришлось ладью на а1 перевести и эта позиция уже объективно выигранная у черных несмотря на то что ничего из ряда вон выходящего им находить не пришлось то есть чем привлекателен в общем вариант венавера если белые играют неточно разбалансированность позиций позволяет черным рассчитывать не только на уравнение но и на перехват инициативы на создание угроз неприятельскому королю то есть ладья d2 приковано к защите пешки c2 ладья а1 приковано к защите пешки а3 здесь конечно самым жестким выглядит ход f5 разбивающий белые пешки и подключающий ладью к атаке но так играть мне не хотелось мало ли выглядит самым жестким от ферса 6 на мой взгляд напрашивается связали ладью d2 поставили красивую ловушку то есть белые не могут никак активизировать ладью b1 из-за удара слон бьет c2 теперь ну бить на c2 королем нельзя за конь бьет а3 но после ладья b5 ладья b5 король бьет c2 ладья b3 черные заходят в гости ссылка противнику и начинают ладьей рубить все его пешки создавая угрозы и королю и при случае создавая угрозу провести все и все свои всю свою пешечную цепь отправить в ферзи поэтому ферзь f4 ответ вынужденный размен здесь был необязателен то есть железо считает что после ферзь f8 шансы черных на атаку выше чем шансы белых отбиться но мне казалось что выигрыш пешки это вполне достаточное основание для размена активных активного ферзя и здесь после ладья h2 я мог пожалеть о своем решении потому что при случае угрожает конь g6 хотя ладья на b6 посмотрите насколько здорово стоит она готова вторгнуться на b1 в этом случае подрезала ладью a1 и параллельно заезжает слабую пешку e6 просто король e8 если h6 то ладья h8 то есть видимо с перестановкой ходов получали позицию из партии у нас было h6 ладья h8 ладья h2 ну и вот здесь вместо король e8 у черных нашелся более сильный ответ ладья h7 пешка заблокирована двинуться вперед не может на король d2 самым жестким ходом было ладья b1 то есть черные забирали еще одну пешку и нападали на пешку c2 при этом на c3 конь b5 и и пешки ферзевого фланга начинали двигаться ферзи но мне казалось что ладья a1 пассивная и менять ее не надо конь b5 конь e2 ход вынужденный потому что если сыграть c3 то после конь бьет d4 ладья неизбежно залезет на b2 здесь здесь был хороший ход c3 шах то есть целью забрать на d4 но ответ конь d6 мне нравится больше конь c3 белое согнали слона на c6 и практически ну кажется что решили свои проблемы тем не менее пешки у них не хватает пешка аж в перзине идет попытка добраться до пешки e6 не приводит к успеху потому что черные с поля d4 отлично защитили эту пешку ладья e5 напали на пешку d5 кажется что у белых все более менее нормализовалась ладья a1 вышла в бой пешка h6 опасная проходная но на деле скажем вот у них сейчас висит на c2 нет хода слон d1 из-за простого конь f5 и теряется пешка h6 потому что на ладья g6 последует c4 и некуда ходить коню да вот а после король c1 находится очень приятный такой удар ладья бьет h6 бить на b2 нельзя потому что висит ладья на h2 если взять на h6 то у черных это качество склад пешек мощный конь на d4 и в общем то легко выигранная позиция ну и после кони e4 шаг у черных тот же самый склад пешек которые идут в терзи угрожают слон a4 и потом ладья c1 с матом поэтому белые сдались после этой партии я был очень вдохновлен с женщинами набрал 50 процентов на турнире обыграл гроссмейстера тиграна как у него отчество тиграна давитовича петросяна тогда по моему он еще гроссмейстером не был международным мастером белыми и в последнем туре обыграл недавно ушедшего из жизни отличного человека неплохого шахматиста арсена едиозариана вот и в общем то по этой партии и по турниру у меня уже все спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер роман овечкин ну и конечно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и дизлайки еще не поздно записаться на тренинг по как раз вот этому варианту до них